Буквально вчера заслуженный тренер Российской Федерации высказал одну очень интересную мысль о том, что Георгий Джикия мог бы рассмотреть переход в московский ЦСКА. А почему и нет? Он говорит, хороший защитник, а у ЦСКА проблемы с центральными защитниками, и мы вроде как все это трансферное окно пытались как раз найти того самого центра Дефа. То Грамм сорвался, то там еще несколько футболистов, которые попадали под это амплуа, мелькали в наши красно-синей сводки, и вот он говорит, пока Абаскаль в Спартаке, да, вчера была информация о том, что Джикия не продлит контракт, если Абаскаль останется, Абаскаль, судя всему, пока остается, да, и поэтому у него появилась мысль, а куда идти? В Акмати вкупили защитника, в Краснодаре не нужен, в Спартаке он не останется, то есть в ЦСКА он может перейти. Если убрать наши с вами болельщицкие, конечно же, симпатии, да, и вспомнить, что Медина только что проследовал в том направлении, то Джикия мог бы вернуться к нам. Если задумываться об этом серьезно, как насолить, да, под нагадей, там, набросить, там, поржать, отомстить, в плане такого, да, забрать капитана, многолетнего капитана Спартака к себе в ЦСКА и посадить его на скамейку, там, и выпускать его иногда, да, это прям крутая штука, да, я думаю, что мы бы прям поржали, ну, там, это морское такое своего рода злорадство и ответ своего рода, да, Спартаковским болельщикам. Но в плане скилухи, мне кажется, что Джикия уже очень давно идет с горы, и, наверное, его пик на чемпионате мира, ну, уже вряд ли будет возвращен. Я думаю, что он, в принципе, мог бы играть в хорошей команде в России, но, с другой стороны, напишите вы, ребятки, свое мнение в комментариях, потому что я считаю, что он пока что не нужен, даже если отбрасывать вот эти вот наши, конечно, клубные пристрастия, потому что в таких переходах без них никуда. Ну, вот просто попробуйте просуждать, Джикия в ЦСКА, как думаете, он усилил бы нашу команду или нет? И напишите в комментариях. А я с вами, как обычно, здороваюсь в наших любимых роликах ЦСКА новости. И, как обычно, вначале прошу вас об обратной связи. Пишите комментарии, ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на канал, если до сих пор этого не сделали. Также подписывайтесь на наш Телеграм-канал, там очень много нашей всевозможной красно-синей информации, лайвы со стадионов, интервью с футболистами и просто много нашего красно-синего контента. Сразу же вам напомню о том, что мы потеряли канал, его заблокировали и очень нужна ваша поддержка. И поддержка только одна, в плане вашего актива под роликами. Комментарии обязательно пишите, лайки ставьте и подписывайтесь на канал, если не подписаны, потому что мы потеряли всю нашу аудиторию. Также напоминаю вам о том, что наши друзья из фонд продолжают очень сильно поддерживать нашу любимую команду ЦСКА. Точно так же, как они и продолжают поддерживать наш с вами канал ЦСКА с Клинцом. И за это, ребятки, я им, как обычно, выдаю топовый респект. Также я респектую ребятам из фонда за то, что они продолжают для вас, для лучших болельщиков в мире и по совместительству подписчиков канала ЦСКА с Клинцом подгонять очень топовые бонусы. А что это за бонусы, вы сможете узнать, пройдя по ссылочке в закрепленном комментарии. Попадете в наш Телеграм-канал, там будет очень красочный и информативный пост о том, что же это, зачем и почему, и как забрать бонусы от наших друзей из фона. Поэтому переходите по ссылочке, там Телеграм-канал, пост и забирайте свой бонус от фона. А с вами, как всегда, я, Клинц Синио. Привет! И погнали! Совсем недавно появилась информация о том, что нашим маленьким, юрким и талантливым Абостом Фуззулаевым заинтересовалась сама Мюнхенская Бавария. Сразу же агент Абост это опроверг, сказал, что ничего подобного я не получал, не слышал и пока этого не существует. Также несколько журналистов из Германии тоже сказали, что ничего такого не видели, однако не удивлены такого рода информацией. Потому что Абост очень хорошо себя показал на прошедшем Кубке Азии, разрывал осенью в РПЛ. До этого за юшку очень хорошо выступал, и это логично. И мы с вами тоже понимаем, что это логично. Но все равно Абост Фуззулаев рядом с Баварией прям душу греет. Абост, давай-давай дальше, качайся, да, в своем мастерстве. Ну и, как обычно, мы с вами не должны забывать, что Абост приедет на наши сборы 14 февраля и уже будет тренироваться вместе с нашей командой. Ну а мы с вами дальше идем. Ну а дальше, ребятки, конечно же, самая главная новость ролика, потому что я вам говорил, мы очень много об этом будем говорить, и вроде как будто бы вся эта история уже на финишной прямой. Потому что то, что происходило сразу после матча, да, и один из наших подписчиков на стриме нам сказал, что он видел Федора Чалова в аэропорту. Я не мог сказать, что это правда, неправда. Просто сказал, мы сейчас посмотрим, если Чао не выйдет даже с заменой в матче, то можно будет об этом поразмыслить. И действительно, когда мы играли с факелом, Чао не появился на поле, а потом мы с вами узнали, директор по коммуникациям Кирил Бреду дал официальный комментарий, и там было сказано, что действительно Федор Чалов улетел в Москву на переговоры с Гиннером. С самим Гиннером, который в последнее время не так много ведет переговоров, но все равно участвует. То есть, представляете, футболиста выдергивают со сборов и отправляют в Москву. А еще я вам напомню, знаете, что в предыдущей матче Федор Чалов начинал со скамейки запасных. Помните, я сначала вроде как будто хотел к этому прикопаться, но потом подумал, ладно, это сборы. А вот сейчас это все такая лестница, да, выстраивается. То есть, я не помню, это беспрецедентно. Таких вещей, чтобы прям выхватывали футболиста ровно на экваторе сборов, отправляли в Москву на переговоры. Мне кажется, что там внутри прям какая-то буча творится, да, прям они не могут договориться. Там может быть разлад, может быть они не ругаются, может быть наоборот пытаются как можно быстрее прийти к своему общему знаменателю. Понятно, что всем будет спокойнее, и тренерскому штабу, и самому Чалу, да, и Гинну, и всему клубу, и нам с вами будет спокойно. Когда мы будем точно знать, что же происходит. Потому что вот мы с вами обсуждаем постоянно, журналисты набрасывают, мы обсуждаем то, что они набрасывают. Смотрим, пытаемся свои какие-то теории, да, построить. И на самом деле, следом за информацией о том, что Чалов уехал, появилась очень интересная сводка о том, что же на самом деле предлагает ЦСКА Чалу. Давайте пробежимся по этим циферкам, они очень интересные. По новому контракту с ЦСКА Федор Чалов сможет зарабатывать от 2,5 до 3 миллионов евро в год, в зависимости от срока и бонусов. Сейчас он получает 1,2 миллиона за сезон. Тут противоречий никаких нету, Федя станет самым высокоплачиваемым футболистом, как я вам в одном из предыдущих роликов и рассказывал. Помните, как я интерпретировал ту самую беспрецедентность. Вот это подтверждается. Сторона игрока хочет 4 миллиона евро, часть из них это агентские. Клуб согласен на бонус Федору Чалову, но не согласен на такую комиссию Эмилия, это его агент, за продление своего же футболиста. Одновременно с ЦСКА агент общается и с Зенитом, но обсуждают они лишь переход следующей зимой в статусе свободного агента. Сам же Федя хочет прописать выкуп в размере 6 миллионов евро для Европы. ЦСКА готовы пойти на это, но в таком случае без выплаты подписного бонуса. Логика следующая. Если сейчас ЦСКА продлевает Федю на его условиях, 4 миллиона плюс бонусы плюс новая зарплата, а через полгода за ним приходит европейский покупатель, то ЦСКА выходит в минус с учетом того самого переподписания плюс налогов. Что же, ребятки, в итоге получается? ЦСКА предлагает Чалову продлиться с повышением зарплаты, но без бонусов. Взамен клуб хочет отдать 50% от суммы будущего трансфера. Опция для топ-лиг 8 миллионов евро. В результате по факту продажи Федор получит и те самые 4 миллиона, которые сторона игрока просила в виде подъемных и агентской комиссии. А клуб заработает хотя бы 4 миллиона. А что же сам Федор Чалов? До выхода этой информации отказывался, причем отказывался на протяжении целого года. Главная причина – мечта поиграть в Европе. И понятное дело, что сам агент понимает, что свободным агентом Чала пристроить в хороший европейский клуб будет намного проще. А что, ребятки, с переговорами по Зениту? Зенит готов платить Федору Чалову около 3,5 миллионов евро в год. А сторона игрока на текущий момент не желает ни трансфера в Питер, ни продления. Такие вот дела. Цифры какие-то реально заоблачные, очень большие. Но это на самом деле только и доказывает мою теорию, которую я когда-то вам высказывал по поводу Ахметова. Помните, все говорили, что он просит слишком большую зарплату, да? А я вам говорил, что почему бы не продлить Ахметова на его условиях, а потом его продать? Вы говорили, что зачем платить такие же деньги? И я не сравниваю сейчас Ахметова и Чалова, нет. Я вам рассказываю про принцип работы. То есть вот сейчас с Чаловым происходит то же самое, что тогда я предлагал сделать с Ахметовым. Продлить его на его условиях, буквально там на несколько месяцев. Потому что если мы сейчас его продлим, очевидно же, что летом, скорее всего, и его агент будет предлагать, и сам Чалов захочет уйти, и ЦСКА уже не будет строить им козни, и получит свои 4-5 миллионов евро на продаже Федора Чалова, и все разойдут тут полюбовно. Я предлагал тогда точно такой же вариант. Вот сейчас это происходит с ЦСКА и Федором Чаловым. Я думаю, я думаю, во-первых, что Федя специально ломит зарплату, во-первых, чтобы ему ее не дали. Это действительно моя одна из самых таких главных мыслей. И я уже рассказывал и про Текнизяна то же самое, что просто это нормальная такая, знаете, штука ведения переговоров. Если к тебе приходит клуб и хочет купить у тебя лучшего футболиста, а ты не хочешь продавать, и у тебя особенных рычагов давления нету, то ты ставишь дооблачный ценник, и все отваливаются. То есть приходят, например, Замбаппе условно, 300 дают, ты говоришь миллиард. Ты что, прикалываешься? А, нам по барабану миллиард, либо идите нафиг. Вот здесь то же самое. Чал просит заоблачно, так же, как просил Тики заоблачно. Их не удовлетворяют по этим желаниям, и все. Они спокойненько уходят в свои клубы, но в случае с Тики он остается, а Чал уходит. Плохо ли это по отношению к ЦСКА? Мы уже с вами эту тему очень много раз обсуждали. Я понимаю Чала, я реально понимаю Чала. Во-первых, тот самый Crystal Palace, в который его не продали тогда, а как бы стоило продать, потому что, ну я думаю, что его тогда это надломило. Мы много раз опять же об этом говорили. Также есть, конечно же, ну не официальная, а подтвержденная информация о том, что действительно тогда, если бы продали Чалова, эти деньги не пошли бы в клуб, то есть они бы ушли в долги. Просто, как знаете, это кредитная карта. Все, что приходит, сразу сжирается. Вот эти деньги за Чала тоже вот так бы сожрались. То есть в клубы они не попали там на трансферы, либо на что-то другое. Но понимаете, сам Федор Чалов в этом не виноват. Я надеюсь, что будет полюбовно. Я надеюсь, что Чалов продлит контракт, и потом его вот так вот с той самой прописной стоимостью выкупа для Европы отпустят. Надеюсь, что все закончится так. Но не удивлюсь, если Чала в итоге и не продлят. Напишите, ребятки, в комментариях вот по этой всей информации, по нашему с вами рассуждению. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Дальше идем. Наши девчонки из ЖФК ЦСКА также продолжают свою подготовку к сезону. И также в Турции. Сейчас у них начался второй сбор. Они сыграли свой первый матч на этом сборе. Сыграли против девочек из Антария Спора. Выиграли с отсчетом 4-0. Забили 4 мяча. Показали хорошую игру. И на самом деле там был один такой не очень в текстовой трансляции. Да, был не очень такой хороший один момент. Потому что на 20-й минуте поменяли Таню Петрову. Я подумал, что там травма. Но нет. По информации моей подтвержденной. Там все хорошо. В общем, небольшое такое повреждение. Но все хорошо. То есть не страшно. Таня Петрова продолжит подготовку в штатном режиме. Ну и, ребятки, мы очень с вами ждали, когда же вернется Игорь Девеев в общую группу. И вот, наконец-то, вернулся. Вот он уже тренируется со всеми ребятами. И давай, давай, давай. Девей, набирай, набирай форму. Ты нам очень нужен. А то сейчас Джикию на свое место заберем. Дальше идем. История с нашим португальским Вендолом продолжается. Напомню, ребята. В прошлый раз ПФК ЦСКА предлагал Порту за этого футболиста 2,5 миллиона евро. Однако, их это не устроило. И они отвергли это предложение. Однако, однако, агент вот совсем недавно сказал о том, что ЦСКА улучшил свое предложение утвердительным «да». И рассказал о том, что до сих пор сохраняется возможность того, что сможет переехать этот футболист в ЦСКА. Но я думаю, что его рассматривают как замену Федору Чалову. Вот он прям очень похож на Чалову. Такого же стиля. Мы пока его не разбирали, потому что, когда будет побольше информации, да, то, что он реально переходит, мы его характеристики, как обычно, конечно, разберем. Но пока это как будто бы прототип Федора Чалова. То есть, у них очень схожие характеристики. И это прям похоже. Но я думаю, что это все происходит в таком формате подстраховка. Вот то же самое, что было с остальными игроками. Да, вдруг кто-то уйдет, чтобы подстраховаться, сразу взять кого-нибудь еще другого. Вести. То есть, это правильно трансферная политика. Мы ведем параллельно вот этого парня. В случае того, если Чалов там... Сейчас, наверное, зимой не уйдет. Ну, вдруг зимой даже уйдет. Чтобы можно было сразу забрать. То есть, вот такие встречные переговоры. Это хорошая практика. Но вообще, видно, неплохо. Будем так же, конечно, дальше следить за развитием событий. Еще информация залетела сразу же, как я выложил прошлый новостной ролик. Прошло уже энное количество времени. И вроде как ее даже опровергли. Однако, информация о том, что наш воротарь Помазун может перейти в Спартак. И многие сразу заудивлялись. Заудивлялись. Удивились. Зачем же нужен Помазун в Спартаку? Там есть Телехов, там есть Максименко, там есть Свинов. Но вот я перечисляю эти фамилии, и мне ни один из них не кажется там 100% номером один. Что Максименко привозила, что Свинов неопытный, что Селехов поначалу начинал неплохо и тоже начал привозить. То есть, по большому счету, там нет такого стабильного воротаря. Помазун давно перерос в Урал. Мы много раз с вами говорили. Единственное, что он хотел в Европу, и, наверное, собирается там продавать свою карьеру. Но по Спартаку пока, вот видите, опровергли. Но, как мы знаем, дыма без огня не бывает. Напишите мне в комментариях, как вы думаете. Учитывая, что Акинфиев-то по-прежнему никуда не собирается. И если можно было бы продать там за 5-6 миллионов евро, да, условного помазуна, мне кажется, это был бы прям топ-трансер, потому что это актив, потому что это актив, который, по сути, не приносит нам ничего пока что. Он кащает свою карьеру, но он действительно может нам принести финансовых таких дивидендов. Скоро транше между ЦСКА и Спартаком будет в порядке вещей. Ладно, я все-таки шучу, но ваше мнение хочу узнать по этому поводу в комментариях. Дальше идем. Ну и, конечно, мы, ребятки, с вами продолжаем ждать трансфер Сидахмеда из Уи, и там уже счет пошел чуть ли не на часы. Вот-вот должны объявить. Скорее всего, он уже приехал в расположение, проходит медобследование, и там последние детали урегулируются, и уже совсем скоро это должно быть объявлено официально. Ну и я тогда тоже начну снимать по нему ролик, потому что я уже набрал, вроде как, по нему информацию для представительного ролика. Наш бразильец Келлин продолжает свое выступление на предолимпийском турнире, на этот раз его сборная сыграла против сборной Парагвая, потерпели поражение со счетом 0-1, Келлин сыграл 70 с небольшим минут, однако его сборная все равно осталась на первом месте и имеет очень большие шансы для того, чтобы попасть на тот самый турнир. Желаем, конечно, ему, как обычно, удачи. Дальше хочу сказать, очень интересная информация пришла из Турции. Все болельщики, все руководители респектуют Бахи Зинудинову за то, что он прям умирает на каждом клочке футбольного поля, и говорят, что это прям очень удачный и успешный трансфер. Они довольны такой сделкой. Ну, Бахи, я, как обычно, желаю удачи. Наш легендарный Вагнер Лав продолжает забивать мячи. На этот раз он забил свой первый мяч в новой команде Ваги, как обычно, удачи. И не перестаю его однажды ждать домой в ЦСКА. Также последняя новость на сегодня. Вроде как закрылась вся эта история с Виллианом Рошей. И его агент наконец-то сказал, что Виллиан точно этой зимой никуда не уйдет. Ну, мы вроде как с вами и так это понимали, но, как всегда, обсуждали. На этом сегодня все. Как обычно, ребят, не забывайте про образную связь. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Как это важно, ребятки, я уже вам сказал, нужна ваша максимальная сейчас вовлеченность. Также на телеграм-канал тоже подписывайтесь. Все, ЦСКА всегда будет первым. Увидимся. Пока.